Здравствуйте! Информационная палитра дня в сюжетах корреспондентов Южный регион Инфо. В студии Алина Николаева. В начале коротко о главном. Новая жизнь ростовского аэропорта. 6 июня заработает обновленная взлетно-посадочная полоса стоимостью 600 миллионов рублей. Общая протяженность полосы составляет 2500 метров. Нам остается, если вы посмотрите, видно край полосы. Это порядка 400 метров взлетно-посадочной полосы и примыкания. Это рулежные дорожки. Они отпраздновали бриллиантовую свадьбу и получили награду от губернатора. Международный день семьи отмечают в Ростове. Письма писал каждый день год-два месяца. И, наконец-то, 11 марта 1955 года, студентка 5 курса Московского университета им. Ломоносова, послатель, приезжай. Я приехал. Ценности религиозного образования. В Ростове презентовали наиболее успешные проекты. Как в народе у нас говорят, что к пустому колодцу не ходят, а идут для того, чтобы почерпнуть воды. Реконструкция взлетно-посадочной полосы обошлась ростовскому аэропорту в 600 миллионов рублей. Большая часть средств уже освоена. Монтаж кабельных линий огней защиты завершен. Сколов и выбоин в покрытии нет. Несмотря на непогоду и отставание от графика строительных работ, в полную силу аэропорт заработает уже 6 июня этого года. За счет чего удалось наверстать упущенное, узнала Анна Глебова. Сейчас здесь работает 80 единиц техники. Завершить реконструкцию аэродрома необходимо точно в срок. Работы ведутся с 1 апреля. Полеты осуществляются в технологические окна с 20.30 до 8.30. Однако режим ограниченной функциональности завершится менее чем через месяц. Общий объем работ выполнен уже почти на 90%. Общая протяженность полосы составляет 2,5 тысячи метров. Нам остается, если вот посмотрите, видно край полосы, это порядка 400 метров взлетно-посадочной полосы и примыкания, это рулежные дорожки. У нас работы идут четко по графику, несмотря на то, что были погодные условия, немножко не соответствовали, были дожди, мы отставали. Чтобы завершить реконструкцию за два месяца, здесь, прямо на территории аэропорта, установили два завода. Они позволяют вырабатывать до 500 тонн асфальтобетона в час. Такое решение позволило ускорить процесс. Всего реконструкция взлетно-посадочной полосы обошлась аэропорту в 600 миллионов рублей. Срок окупаемости здесь, да, есть такое понятие, но безопасность полета прежде всего. Дело в том, что полоса была уже в очень, так скажем, неприличном состоянии, да, и не обеспечивала, ну, скажем так, интенсивное ее использование. Мы создаем все условия для того, чтобы аэропортовые расходы для авиакомпаний снизились. Срок завершения работ – 6 июня. В итоге реконструкция полосы позволит в разы увеличить количество принимаемых воздушных судов и не ограничивать их массу. На полную мощность аэропорт заработает уже 10 июня этого года. Анна Глебова, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Представители православной церкви почти со всех уголков страны прибыли в Ростов на межрегиональную конференцию. Главной темой стало взаимодействие власти светской и церковной в системе религиозного образования. Презентовали наиболее успешные образовательные проекты. Как в народе у нас говорят, что к пустому колодцу не ходят, а идут для того, чтобы почерпнуть воды. И мы с вами знаем, что православная культура – это неиссякаемый источник живой воды. И поэтому сегодня наша конференция – это живое общение. Конференция проходит на базе Донского государственного технического университета. Выбор площадки не случайен. Именно образовательные учреждения должны стать местом для духовного воспитания подрастающего поколения. Вот эти традиции, эти основы нравственности, морали, милосердия, добрососедства – они прежде всего заложены в православие. Именно поэтому каждый грамотный, цивилизованный человек, в том числе ребенок, должен понимать свои корни, свои истоки и то, как это связано с историей нашей Родины. Сегодня надо, наверное, найти вот те точки соприкосновения в узовском сообществе, в сообществе, в школе, в школах, везде, где мы сегодня находимся в России, должны найти духовности. И духовный, воспитанный, нормальный человек, он пригоден и для государства, и для семьи, и для работы, и везде. В Донском регионе такая воспитательная работа власти и церкви ведется уже не первый год. Помимо внедрения в школах курса «Основы религиозных культур и светского воспитания», для школьников в экспериментальном режиме открыт курс «Основы православной культуры». 20 супружеским парам – знаки во благо семьи и общества из рук губернатора. Международный день семьи в Ростове чествуют тех, кто прожил вместе десятки лет. С парами-долгожителями познакомилась Виктория Щетинина. До начала торжества вдвоем позируют перед камерами, чтобы и на этих фотоснимках быть вместе. Впрочем, как и 60 предыдущих лет. Бриллиантовые юбиляры Виктор Израилевич и Сталина Андреевна успели воспитать дочь, внучек, достичь профессиональных высот и написать 14 книг. Сегодня они вспоминают свою студенческую свадьбу, первый вальс и то, как свела их судьба. «Никто ко мне так не отнесся внимательно, как он. Он приходил каждый вечер, проведывал. А потом я разрешила ему писать письма. Я училась в это время в Москве, в университете». «Письма писал каждый день год-два месяца. И, наконец-то, 11 марта 1955 года, студентка пятого курса Московского университета имени Ломоносова, послал тебе, приезжай. Я приехал». А Анатолий Иванович Долгих добивался руки и сердца своей возлюбленной три года. Со дня свадьбы прошло уже 55 лет. Теперь пара делится рецептом счастливой жизни. «Особых секретов у нас нет. У нас все вместе». «Любить надо жену, семью, детей, внуков, правнуков. И будете жить всегда счастливо». К примеру, родители стараются следовать дочери. «В нашей семье все построено только на любви. Я росла в такой нежности, в такой ласке, что я просто и теперь сама пытаюсь любить свою дочь точно так же». «Мы прожили с мужем 35 лет, вы отметили в том году. И я мечтаю только об одном, чтобы вот точно так встретить 55 лет, но и другие хорошие юбилеи. Мы на них равняемся, мы их любим». С умевшим сохранить любовь вручают знаки губернатора Ростовской области во благо семьи и общества. Шесть пар в браке уже 60 и более лет. Среди супругов участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда. Также награду достоились пары, прожившие вместе 50, 45 и 40 лет. Отдельно отметили и молодоженов. Виктория Щеденина, Игорь Кравтенко, Южный регион.Инфо. Гость нашей студии Виталий Семенченко, ростовский межрайонный природоохранный прокурор, расскажет о некоторых аспектах природоохранного законодательства, облагораживании прибрежной зоны реки Дон, стихийных свалках и о многом другом. Передаю слово моей коллеге Нине Приходько. Сегодня у нас в гостях Виталий Викторович Семенченко, ростовский межрайонный природоохранный прокурор. Здравствуйте. Добрый день. Виталий Викторович, сегодня Ростов активно готовится к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Поэтому развитие левобережной зоны, где будет находиться стадион, сейчас находится в зоне особого внимания. Хотелось бы узнать, каким требованиям с точки зрения природоохранного законодательства должны будут соответствовать объекты, инфраструктуры чемпионата мира? В соответствии с положениями федерального закона об охране окружающей среды, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов, зданий, строений, сооружений, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями об охране окружающей среды. При этом должны соблюдаться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, по ее рациональному использованию, рекультивации земель, благоустройству территорий. Строительство объектов допускается только лишь по утвержденным проектам в соответствии с техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды. Запрещается строительство до утверждения проектов, до установления на местности границ земельных участков, а также запрещается изменение утвержденных проектов в ущерб охране окружающей среды. Говоря об ограничениях водоохранной зоны, следует сказать, что в соответствии с действующим законодательством хозяйственная иная деятельность, осуществляемая в границах водоохранных зон, налагается определенное ограничение. Водоохранная зона реки Дон составляет 200 метров от береговой линии. Если объекты инфраструктуры будут строиться в ее границах, необходимо учитывать положение ст. 65 Водного кодекса РФ. А именно в водоохранных зонах допускается проектирование, строительство, размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений и сооружений, если при этом будут осуществляться мероприятия по охране окружающей среды, если эти объекты будут оборудованы необходимыми сооружениями. К таковым относятся централизованные системы водоотведения, канализации, в том числе централизованные ливневые системы водоотведения, локальные очистные сооружения сточных вод, в том числе дождевых, талых, дренажных вод, осуществляющих их очистку. Это места сбора, накопления отходов, производства и потребления. Это системы и оборудование для отведения и сброса сточных вод в приемники, выполненные из водонепроницаемых материалов. Постановлением правительства Ростовской области от 23 декабря 2013 года утверждена программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Данная программа включает подпрограмму, которая называется «Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды». В этой подпрограмме имеется перечень мероприятий, к которым относится, прежде всего, разработка и реализация раздельного сбора, накопления, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления. Это уборка территории, вывоз мусора, увеличение площадей зеленых насаждений. Вопросы исполнения законодательства при подготовке к проведению чемпионата мира находятся на контроле в прокуратуре Ростовской области. Прокурорам области дано указание об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при подготовке к чемпионату мира. Согласно этому указанию, прокуроры городов, районов и иные приравненные прокуроры обязаны обеспечить действенный прокурорский надзор за исполнением законодательства при размещении закупок для строительства объектов миграционного, трудового, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства. Хорошо. Ученые-экологи сегодня также говорят о загрязнении реки Дон. Это уже, наверное, много лет продолжается. Расскажите о работе Вашего ведомства в части защиты водных объектов. Надзор за исполнением законов об охране и использовании водных объектов является одним из приоритетных направлений деятельности природоохранной прокуратуры. Нами особое внимание уделяется вопросам соблюдения нормативов качества сбрасываемых водных объектов источных вод, как в реку Дон, Цемлянское водохранилище и другие объекты. Могу сказать, что только в 2015 году природоохранной прокуратурой выявлены множественные факты сброса водопользователями в водные объекты в составе сдочных вод превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Могу сказать, что такие нарушения допущены шахтинским и орловским филиалами Государственного монетарного предприятия Ростовской области управления и развития систем водоснабжения, муниципальным монетарным предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства в городе Волгодонске, муниципальное казенное учреждение Департаментом строительства и городского хозяйства города Волгодонска, филиалами Донским и Семикаракорским, Федерального государственного бюджетного учреждения управления системами мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области, это ОАО «Исток» город Донецк, 10-й подшипниковый завод. Данными предприятиями сбрасывались в составе сдочных вод значительные превышения загрязняющих веществ. Эти предприятия являются одними из основных загрязнителей на территории области. Природоохранной прокуратурой руководителям данных организаций внесены представления об устранении нарушений закона. Должностные лица по постановлениям прокурора органами административной юрисдикции привлечены к административной ответственности. Кроме того, в целях фактического устранения нарушений закона Природоохранной прокуратурой в суды области направлены исковые заявления об обязании хозяйствующих субъектов организовать водоотведение и очистку сточных вод в соответствии с действующим законодательством, исключив факты сброса с превышением. Надо сказать, что сточные воды, которые не подверглись обезвреживанию механической и биологической очистки, являются источником распространения и возникновения инфекционных заболеваний. Для всех нас, к сожалению, не нова проблема цветения Цемлянского водохранилища, развития сине-зелёных водорослей, что в свою очередь является следствием антропогенного воздействия и биологического загрязнения, поступающего с водосборной площади. Нужно сказать, что загрязнение реки Дон обуславливается также загрязнением водных объектов, впадающих в реку Дон. Это река Тимирник, протока Окса и другие. В нашу редакцию часто обращаются жители жалобами на стихийные свалки, которые появляются в разных частях города, на его окраинах. Куда, согласно закону, могут обратиться жители в случае обнаружения таких свалочных очагов? И как работает природоохранная прокуратура в этом направлении? При обнаружении свалочных очагов граждане вправе обратиться в администрацию города. В соответствии с федеральными законами об охране окружающей среды, об отходах производства, потребления, об основных принципах организации местного самоправления в Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоправления городских округов в сфере обращения с отходами отнесена организация сбора, вывоза, утилизации, размещения отходов. То есть это непосредственно полномочия органов местного самоправления городского округа. Кроме того, с 2010 года на территории Ростовской области осуществляет свою деятельность административная инспекция Ростовской области. Ее создание было обусловлено необходимостью наведения порядка и чистоты на территории области. Административная инспекция осуществляет деятельность по выявлению правонарушений в сфере охраны окружающей среды, благоустройства, торговли и рассматривает дело об административных правонарушениях в соответствии с компетенцией. Кроме того, органами контроля в сфере безопасного обращения с отходами являются на территории Ростовской области управление Роспотребнадзора по Ростовской области, департамент Росприроднадзора в Южном федеральном округе и Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. Говоря о работе природоохранной прокуратуры, могу сказать, что только в 2014 году при проведении проверок на территории области нами было выявлено 43 свалки твердых бытовых отходов, из них две на землях сельскохозяйственного назначения, четыре полигона, не соответствующих требованиям законодательства. В целях устранения нарушений закона природоохранной прокуратурой в суды области направлено 12 исковых заявлений. Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Внесено 28 представлений об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения нарушения закона устранены. Органами административной юрисдикции к административной ответственности по постановлениям природоохранной прокуратуры 18 лиц привлечено к административной ответственности. В отношении два должностных лица предостережены о недопущениях нарушения закона. В основу своей работы мы берем анализ поступивших к нам обращений граждан. Так, в 2013-2014 годах в природоохранную прокуратуру поступило значительное число обращений жителей по вопросам возникновения несанкционированных свалок на территории города Ростова-на-Дону, а в том числе в районе Ростовского моря. В нами была организована проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами на территории города Ростова-на-Дону. Совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Ростовской области административной инспекции было проведено обследование санитарного состояния территории города. В результате проведенной проверки было установлено, что территории всех восьми районов города не соответствуют санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательству. Было выявлено значительное количество свалочных очагов, крупных свалок. Так мы выявили три свалки на площади почти 2,5 гектара. В природоохранной прокуратуре в отношении должностных лиц муниципальных учреждений благоустройства Первомайского, Советского, Ворошиловского, Кировского, Октябрьского, в общем-то всех районов города были применены меры, были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. В адрес должностных лиц были внесены представления об устранении нарушений закона. В природоохранной прокуратуре налажено взаимодействие с органами контроля в сфере выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере обращения с отходами. Так, в рамках данного взаимодействия выявлено 14 свалочных очагов, три из них на площади 2,9 гектара. Кстати, одна из вот таких крупных свалок расположена на улице Левобережной, юго-западнее, строящегося стадиона. Природоохранная прокуратура обратилась с исковым заявлением в Ленинский районный суд об обязании администрации города ликвидировать данные свалки. Решение суда вступило в законную силу и находится у нас на контроле. Нужно сказать, что проблема возникновения несанкционированных свалок, она не новая эта проблема. И та ситуация, которая сложилась сегодня, это, скорее всего, результат того, что на протяжении многих лет ей не придавалось нужного значения. Правительством Ростовской области в 2013 году разработана целевая программа формирования комплексной системы управления отходами вторичными материальными ресурсами. С 1 января 2014 года эта программа утратила силу в связи с тем, что в Ростовской области принята государственная программа Ростовской области охрана окружающей среды и рациональная природа пользования на 2014-2020 годы. В составе этой программы существует подпрограмма под тем же названием «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами». В рамках данной программы предполагается в период до 2020 года провести проектно-экзыскательные работы по строительству и рекультивации объектов размещения отходов, непосредственно рекультивацию и строительство объектов размещения отходов, реализацию инвестиционных проектов по строительству на территории области восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Размер финансирования данной программы составляет более 5 миллиардов рублей. Полагаем, что последовательные и целенаправленные действия органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления позволят создать необходимую инфраструктуру на территории области в сфере обращения с отходами, что позволит существенно улучшить экологическую ситуацию и состояние защищенности прав граждан на благоприятную окружающую среду. В.Викторович, у нас не так много времени. Хотелось бы еще один вопрос. 1 июля текущего года вступает в силу изменений в федеральном законодательстве в части обращения с отходами. Что можете сказать? Как эти поправки повлияют на донской бизнес? В соответствии с федеральным законом номер 458 ФЗ 29 декабря 2014 года в федеральный закон об отходах производства потребления и в иные отдельные законодательные акты РФ внесены существенные изменения. Так, с 1 июля 2015 года лицензирование подлежит деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, обезвреживанию, утилизации, размещению отходов 1-4 класса опасности. Лицензии, выданные до вступления в силу данного федерального закона, действуют до 30 июня 2015 года. Вопрос очень серьезный, но хотел бы успокоить хозяйствующих субъектов о том, что в настоящее время Министерством природных ресурсов Российской Федерации подготовлены изменения в данный закон, которые переносят срок вступления в силу до 1 октября 2015 года. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации о лицензировании деятельности в сфере сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов 1-4 класса опасности. Данный проект проходит сейчас все соответствующие согласования, и, конечно же, без его принятия вряд ли будет федеральный закон работать. Виза Алексеевич, спасибо Вам большое, что нашли время, пришли в нашу студию. Я напоминаю, у нас в гостях был Виталий Викторович Семенченко, Ростовский межрайонный природоохранный прокурор. Высокие скорости от Теледва. Оператор мобильной связи запустил 3G в регионе. Потребление интернет-трафика уже выросло в три раза, говорят в компании. О первых результатах работы скоростной сети и заманчивых предложениях для абонентов в сюжете. 29 апреля сеть 3G+, или сеть стандарта KHS-Pay+, была запущена в городе Ростове-на-Дону. Хорошей новостью с журналистами делится генеральный директор макрорегиона Юг-Теледва-Россия Андрей Холодов. Запуска скоростного мобильного интернета ростовчане и жители области ждали давно. Теперь просматривать видео, слушать музыку, работать во всевозможных приложениях в глобальной сети можно в любой точке Донской столицы и ближайших населенных пунктах без потери скорости. Абонентам предлагают три пакетных тарифа – черный, очень черный и самый черный. Они различаются объемами интернет-трафика, количеством минут и смс. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активно расширять зону покрытия сети 3G, развивая как перечень, так и качество предоставляемых услуг. При этом мы сохранили свое позиционирование на рынке как оператора, который предоставляет качественные услуги связи по низким ценам. Если говорить о самых популярных тарифах, то на первом месте это тарифный план «Черный». Уже больше половины абонентов Теледва, смартфоны и телефоны которых поддерживают стандарт связи третьего поколения, воспользовались услугами сети 3G. Наталья Бешкарева, Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. На этом у меня все. Я напомню, все выпуски новостей доступны на нашем портале rostovlife.ru. А я прощаюсь с вами и желаю только хороших вестей. Редактор субтитров А.Семкин